Слушайте, что, давайте так, ребят, похлопайте те, кого мать обожала вывозить отдыхать на лето. Кто ездил с матерью отдыхать, похлопайте, пожалуйста, такие люди. Слушайте, у нас мать тоже обожала куда-то нас вывозить. Вот мы один раз должны были полететь в Египет, в Египет, хорошая страна. И нам за неделю позвонил туроператор, говорит, слушайте, тут, короче, на пляж приплыла акула. Приплыла акула, покусала туриста, поэтому мы вам рекомендуем не ехать. Мы все деньги вернем, но, пожалуйста, не едьте. Но все на ваше усмотрение. И мать, мать, прям в трубку говорит, мы едем, нахуй. Что для моей матери не отдохнуть страшнее акулы. Говорю, мать, там акула приплыла на пляж. Она говорит, Кирилл, акула приплыла, значит, там вода хорошая, чистая, ты понимаешь? Акула, где плохо, она не плавает, она не глупая. И отец такой, а что это акула? Я вилку в плавке и погнал. Вообще, ноль переживаний. И мы приезжаем в Египет, автобус людей нас разводит прямо в гостиницу. Меня рассмешило, что там полный автобус людей. Все наши русскоговорящие, все русские. Меня рассмешило, что полный автобус. И каждому из них позвонили, за неделю сказали про акулу. И все равно, сука, все приехали. И там со стороны было похоже, как будто мы всем автобусом приехали акуле и пизды давать за нашу вопрос. Давай, берегись акула, Генщик здесь. Ребят, мне кажется, только пацанашек-туристов на отдыхе может появиться табличка «Акулу руками не трогать, она не фотографируется». Отстаньте от акулы. Слушайте, я просто честно скажу, я вообще вот не люблю далеко заплывать, но я заметил, что мы, когда отдыхаем в компании, всегда вот эта девчонка есть. Знаете, всегда есть девчонка-плавчиха, знаете, вот эта русалка ебучая, знаете, которая подначивает. А поплыли, Кирилл, поплыли туда, поплыли, где вот корабль с пиратами стоит, там где пират так с автоматом стоит, поплыли, там а то такой закат красивый. Знаете, вот эту Марину, вот эту Марину, знаете? Потому что, ребята, Марина, Марина, она как Дэвид Джонс, она вот из воды на сушу раз в 20 лет выходит, у нее тоже вот так медуза на все ебало, водоросли, она выходит и говорит, ой, ребят, там, конечно, море вообще другое, вот вы здесь у берега плаваете, вы в нормальном-то море и не были, ребят. Ребят, вот вам магнитик из Стамбула, из Кемера, из Анталии. А дельфинов всем привет. Я, правда, разик подводной лодкой поипалу получил, а то какой закат красивый. Но честно скажу, мне и на пляже не нравится, потому что я недавно лежал на пляже, и мальчик 6 лет, почему дети голые на пляже, я не понимаю. Я недавно лежал на пляже, и мальчик 6 лет голый вот так пробежал у меня, просто вот так пробежал, просто вот так пробежал. И мама говорит, ну маленький, ну голенький, ну слушайте, ну маленький, ну хуй, ну прям перед лицом, это ну неприятно, что это вообще за поблажки Я думаю, давайте тогда уже разрешим всем мужикам с маленькими письками, голушом по пляжу бегать, чтобы какая-то жена такая, да это Виталик, пускай резвится, у него и так жизнь непростая, у него немножко радости в жизни, пускай подыже человечек Я не знаю, это... Да, ну ребят, я вам так скажу, мне 20 лет, мне 20 лет, для меня еще актуальные школьные воспоминания, вот например, ребят, меня всегда, всегда, я помню, что очень сильно обманул урок информатики Как же меня он обманул, потому что я помню, расскажу, я пришел на первый урок информатики, так было круто, я прикажу, там что-то, детки, сегодня учимся пользоваться мышкой, правая рука на мышке, пользуемся мышкой Я такой, блин, я даже, наверное, на Олимпиаду поеду, вообще просто, ну я гений, все схватываю Потом что-то заболел, один урок пропустил, прихожу, и там уже тема урока Паскаль, турбопрограммирование Паскаль, Си плюс плюс, взламываем Пентагон, получаем детские голые фотки Обамы, и все это без мышки, без мышки, без мышки Я думаю, бля, мы еще вчера новую папку в мою папку переименовывали, дайте время, мы куда разогнались? Ребят, у нас, правда, у нас такие были ужасные условия в школе, видели эту гримерку физрука, вот это, видели? Эту комарку физрука, видели эту комнату, где много кубков и вонь, вот эта комната, ребят, там еще, там еще так много кубков, ну бля, мы за 11 лет нихуя не выиграли Откуда кубки? Как у тебя их больше стало? Тебе их трудовик по-братски клепает, что происходит? Просто, ребят, я помню, мы приезжали со своей школы соревноваться в другие школы, но мы всегда так жестко отсасывали, вы бы знали Я просто, мы приезжали со своим классом, все вместе приезжали в другую школу, я смотрел на другие команды, я такой, а-а-а-а, так вы прям занимались всей этой темой, да? Вы прям угораете, да, по волейболу, там просто, ну там ребята, там что-то у них физрук-иностранец, у них сетка, две медсестры, у них форма есть, форма, не просто все в одном, пожалуйста, приедите, знаете? Когда мы все в белом, но в разном, да, у кого-то шерстяное, у кого-то алкоголичка, я вообще рубашку подвернул, и про них там просто, про них документалку снимают, у них в пятом классе трицепс, понимаете? И мы стоим, шесть бедолаг, в туфлях, в пиджаках, с аучем, с футбольным мячом, на волейбол приехали соревноваться, да? Там, ребят, там просто, я смотрю на эти команды, они разминаются такие, я только смерть, разминаются, только вера, только чемпионство, мы в гимназии 23! Три! И мы такие, бля, слава богу, биологию прогуляли, боже, как круто, что не на биологии, сейчас бы контрольную писали, вот наша мотивация. Еще видели, почему повариха в шлепках? Ты куда потом, на пляж, епта, и как у тебя, и как у тебя так пятка треснула, видели эту пятку там? Эта пятка может лужу высушить просто, там я, я смотрю на эту пятку, она такая, воды, пить, напои! Ребят, заебись идем, дальше еще будет лучше, молодцы, вы, мы с вами школу обработали, дальше... Слушайте, я вам расскажу, на самом деле, главное, мне 20 лет, я женился, я женился, я женился, да, да, я женился... Ребят, честно признаюсь, я свою жену добивался очень долго, я ее год добивался, и все получилось только после того, как я забил, ну, забил на нее. Потому что, я понял, вообще, девчонки, вам не нужны хорошие парни. Правда, вот вы, вас иногда любят одни парни, а трахаетесь вы вообще с другими людьми какими-то. То есть это все из сказок пошло, вот сказка «Белоснежка и семь гномов», да? Вот так за гномиков, за типов обидно, просто к ней приехал тип, принц, она с ним поссалась, встала и уехала. А то, что они ее мыли каждый день, что она там не завоняла, переворачивали, что пролишней не было там. Капельницу ставили, что ну хоть как-то хавала, это мы уже не помним. Я думаю, ну хоть одному из семерки, передерни, мать, ну будь человеком. Молчуно он не расскажет никому, ворчуно он ворчать перестанет. Ну, дрочуну сам Бог вилил, родная. В гномики же тоже на секс рассчитывали, не поэтому на голове с этим презервативом развертым всегда ходили. Это шляпка у них, это презик. О, мужики, проснулась, я почапал туда, понимаете? Или Рапунцель, просто какая тупая пизда Рапунцель, я не могу. К ней приехал тоже, тоже принц. Я тебя люблю, и она такая, боже, как он меня любит. Но, девчонки, по-настоящему не он любит Рапунцель. По-настоящему Рапунцель любит тот тип, кто туда на последний этаж сам без лифта кровать пидорасил. Вот он ее любит. Ну, он для нее Вадик с первого этажа, друг семьи, понимаешь? Друг детства, самый верный мой, самый надежный мой. И как еще залез, да, принц? По волосам в обход Вадика чистый очкошник, понимаете? Чистый. Вот единственную сказку, которую я уважаю всем сердцем, это Шрек, да? Там вот люди без предрассудков. Там что-то осел с драконом ебется, королеву зеленое существо нагибает. Там этих принцев рот ебали всех, понимаете? Там люди себя не обманывают. Вот это сказка настоящая. Да, я охренел, что я женился, и ко мне часто ли подкатывают другие женщины, хотя я раньше думал, что это кольцо на пальце для женщин. Это нет для женщин. А это да. Оказывается, это кольцо, это, типа, знак качества. Типа, вот он, лицензионный мужик. Какая-то баба жестко рекомендует. Я охренел. Как это работает? Правда. И у нас... Ребеночек. Ребеночек. Родился ребеночек у нас, да? Слушайте, да. Я когда своим друзьям рассказываю, что у меня жена, ребенок, ипотека, они думают, кто это Кирюха, взрослый мужик? Как он повзрослел в 20 лет? Какой стержень? Ребят, ну они вообще не видят, что происходит внутри моей семьи. Мне недавно жена на полном серьезе, на полном серьезе, говорит фразу, говорит, Кирилл, иди мыться и спать. Иди мыться и спать. И что делать? Если я пойду мыться и спать, я терпилкин. А если нет, то я вот этот ребенок в протесте, который не пойду я мыться, блин, сама иди, слышишь? От грязной головы слышу, понятно, блин? Мне недавно жена говорит, Кирилл, я тебе постирала трусики. Я говорю, не называй их так. Это не трусики, там уже не писька, это будка для злой собаки, там животное, ты поняла меня? У трусиков в комплекте маечка, сука. Панамка и фраза Кирилл играет в тенечки, а там дрынт самый настоящий. Это у тебя трусики, они когда сушат, они на этих прищепках вот так, как сережки висят. А у меня трусы, они пол батареи занимают. Ребята, я не хочу жить в семье, где фразу снимают трусики, мне говорят, блядь, это неприятно, это оскорбительно. Да, и жене моей 30 лет, не рассказывал, 30 лет моей жене, и понял, что больше мне нравятся ровесницы мои, потому что, ребят, смотрите, вот у меня было за жизнь две женщины. Первая это моя ровесница, и вот сейчас 30-летняя. Нет, тоже я ее люблю, но я вот что заметил, что девушка в 20 лет еще любит ушами, то есть воспринимать. Помню, у меня ровесница моя плакала, я к ней так, знаете, крепко так подходил, так обнял, говорил, зайка, я с тобой, малышка, я с тобой, все хорошо, зайка. Папа, здесь все хорошо, зайка, папа, здесь все хорошо, я с тобой. И она еще на этих словах полгода двигается, понимаете? Полгода их в голове держит, не сдается. Недавно жена 30-летняя тоже плачет, и я тоже так подхожу, обнял, говорю, зайка, малыш, все хорошо, я с тобой, малышка, все хорошо, я с тобой. И она такая, ну заебись, я плачу, а у тебя все хорошо. Нет, тоже есть, тоже есть. Я всю жизнь мечтал съехаться с довольным пидорасом. Как я рада, что у тебя все хорошо, когда жена плачет. И да, и родился ребенок, ребят. У нас сейчас полностью пропал секс в отношении. Потому что тяжело, мы устаем. И я, знаете, не надумаю, не рано ли все это произошло в моей жизни. Ко мне подходит жена тоже успокаивает. Говорит, Кирилл, не переживай, все хорошо, Зайка, все хорошо. Все хорошо, я с тобой Зайка, все хорошо. Она говорит, типа, Кирилл, все правильно мы сделали. Думаю, конечно, Анютка, тебе 30 лет. У тебя, конечно, все вовремя. Ты как бы и натрахалась, и готова семейная чапка. У меня часы спешат, дай Боже. Ребят, вы вообще понимаете, что произошло? Я только пришел в мир секса, а оттуда женщина уже выходила и меня с собой забрала. Я даже куртку снять не успел. Я вот... Ребята, я немножко расстегнулся, и меня сразу переквасили. Я вообще Москвой не подышал, понимаете? Все вот этот мир... Я еще слушаю всех этих рэперов молодежных, знаете? А у них там все песни какие? Они там все в песнях сучек трахают, понимаете? Там никто жену в браке порядочно не долбит, понимаете? Там у них все песни залихватские. Я думаю, блин, слава богу, Баста постарел. Я уже за эту сансару цепляюсь руками и ногами. Я каждый эти сансару на ночь включаю, типа... Реально, Вася, все ради детей, давай. Голосами всех наших, пожалуйста. Что-то еще про ипотеку спой, чтобы я из окна не вышел. Молю тебя. Спасибо большое за внимание. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok